МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы не можем выйти из своих домов. Мы вот выходим, пытаемся выйти на улицу, мы уже боимся оказаться просто сбитыми машинами, которые летят. Вы понимаете? Вот смотрите, какая обзорность. Вот человек выходит к пешеходному переходу, машина летит оттуда с огромной скоростью, она его просто не видит. Собрав 200 подписей, неравнодушные граждане обратились в местную администрацию еще год назад. Просили изменить схему движения, сделать односторонними разъезда от улиц Пархоменко в сторону Маяковского и до Декабристов. За 365 дней кое-что сделать успели, а до главного так и не добрались. Буквально накануне оборудовали по ГОСТу пешеходный переход к 28-й школе. Необходимо строить или тротуары, или вести организацию односторонних движений. Односторонние движения – это прорабатывать сейчас вопрос. По поводу строительства тротуара, для того, чтобы построить тротуар, нужно, во-первых, чтобы жители улицы Пархоменко убрали свои полисадники, чтобы вы построили тротуары. Отсутствие тротуаров и пешеходных зон – еще один нарывающий участок этого частного сектора. Сейчас у школьников каникулы, но все остальное время учащийся 28-й и 56-й школ вынужден добираться до учреждений по проезжей части. Причем сами жители микрорайона так и не могут разобраться, были тут когда-то тротуары или нет. Мы здесь, женщины, женщины были, 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 потому что здесь были одни частные дома. Одни частные дома были, были Пархоменко, Пархоменко были, перекрыли. Не торопятся жители убирать полисадники и выгребные ямы. Говорят, если уберут растительность, шума от дороги станет еще больше. По замерам Роспотребнадзора уровень шума здесь и так превышен. Отсутствие безопасного пути до школы привлекло активистов регионального отделения ОНФ, которые выехали с рейдом на место. Общественники прошлись по той дороге, которую обычно выбирают школьники. Сейчас мы хотели посмотреть и указать на те недостатки, на которые, ну, можно к первому сентября максимально снизить риск безопасности детей. Это связано с теми контейнерами, которые стоят чуть ли не посередине дороги. Когда контейнер машины приезжает за уборкой, она перекрывает движение. Когда движение идет двухстороннее, ребенку некуда деться. Здесь надо тем компетентным органам, те, которые отвечают и понимают в этом деле, сделать упорядоченное движение. Установка запрещающих знаков или их отмена, чего требуют, наоборот, жители Репина, это обезболивание, это не лечение проблемы. Естественно, нужна новая дорога, которая бы позволила обеспечить выезд из микрорайона Репина, где проживает большое количество граждан и большое количество автомобилистов, тем самым разгрузив жителей частного сектора и обезопасив граждан их передвижение по дорогам. Дорога спроектирована давно, правда на бумаге. На реализацию проекта нужны серьезные деньги, о которых речи пока не идет. Мы будем следить за развитием событий. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова